Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояние на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса. Американские миллиардеры обычно отличаются патриотичностью и повышенным уровнем оптимизма, ибо это своего рода обязательство их общественного положения. Но сейчас они находятся в довольно подавленном состоянии и сильно сомневаются в светлом экономическом будущем своей страны, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Но сейчас к хору грустящих, а местами и паникующих миллиардеров-финансистов присоединились банкиры, которые наперебой советуют своим клиентам присмотреться к рискам уже не столько экономического, сколько монетарного характера. Почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федерального резерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JP Morgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото. И дело тут не в том, что желтый металл внезапно стал каким-то уж очень привлекательным, а в том, что на фоне беспретендентных мер по стимулированию мировой экономики под предлогом коронавируса, а также в условиях жесточайшей геополитической турбулентности, в которой всему миру предстоит жить в ближайшие годы, американским банкирам золото представляется менее уязвимым, чем зеленые купюры с портретами американских президентов. Самый свежий пример такого отношения ко всем мировым валютам содержится в аналитическом исследовании банка JP Morgan, о котором сообщает агентство деловой информации Bloomberg. По мнению JP Morgan Chase, беспрецедентные денежно-кредитные и фиксальные меры, принятые во всем мире, могут привести к более слабому долгосрочному росту и обесцениванию валюты, поддерживая цены на золото. Аналитики банка считают, что доллар в случае массовой девальвации мировых валют пострадает в последнюю очередь, и это логично, но все-таки указывает клиентам на золото, а не на доллар в качестве главного актива, чья ценность в этом неприятном сценарии будет поддерживаться на высоком уровне. А беспрецедентные фиксальные и кредитные меры, о которых говорит банк, это как раз те самые усилия по спасению экономик, материализирующиеся в рекордных бюджетных дефицитах западных стран и галлопирующем уровне государственных долгов. Поразительным образом, мейнстримные западные экономисты уверены в том, что никаких серьезных негативных последствий у этих мер не будет. Однако банкиры демонстрируют явное несогласие с этой оценкой. Кстати, внезапная симпатия к инвестициям в желтый металл проснулась и у другого влиятельного американского банка, еще в конце марта, когда золото стоило примерно на 10% дешевле, чем сейчас. Издание Financial Times тогда писало прямым текстом, Goldman Sachs говорит клиентам, что пришло время покупать золото. Стоит отметить, что банкиры видят не только инфляционные, но и геополитические риски, связанные с долларом и уязвимостями американской финансовой системы. Тот же JP Morgan указывает на то, что сейчас у конкурентов и оппонентов США на международной арене появляются технологические возможности, угрожающие американской гегемонии в финансовой сфере. Bloomberg цитирует оценку долларовых и санкционных рисков. По мнению JP Morgan Chase, по мере того, как идея цифровых валют центральных банков начинает набирать обороты, Соединенным Штатам тоже стоит обратить внимание на эту ситуацию. Или они рискуют утратить главный аспект своей геополитической власти. Ни одна страна не может потерять больше от разрушительного потенциала цифровой валюты, чем США. Все вращается в первую очередь вокруг американской долларовой гегемонии. Выпуск глобальной резервной валюты и средства обмена, используемого в международной торговле и услугах, дает огромные преимущества. Банковские аналитики напоминают, что если Китай и Евросоюз смогут добиться успеха в создании технологий цифрового юаня и цифрового евро, то возникает огромный риск того, что и Евросоюз, и Китай будут прилагать серьезные усилия для выдавливания доллара из международной торговли. Как справедливо отмечают аналитики JP Morgan, даже факт того, что таким цифровым валютам не нужна система SWIFT, отключение от которой США используют как санкцию против геополитических противников, это уже большая проблема для американского финансового доминирования на планете. Отметим, что в этом сценарии очевидно пострадают не только возможности вашингтонской дипломатии, но и спрос на доллар. Хотя экономика США по приоритету покупательской способности составляет всего 15% от мировой, а доллар используется при этом более чем в половине международных торговых операций, спросу на американскую валюту есть куда долго падать до достижения некоего естественного обоснованного уровня. Это не значит, что проблема материализуется завтра, но если угроза цифровых евро и юаня привлекла внимание крупного американского банка, думается, проблема однозначно есть, и она более чем серьезная. Ирония судьбы. Те, кто могут наиболее пострадать от мирового инфляционного шока в будущем, то есть сами рядовые американцы и любители долларовых сбережений в других странах, узнают о рисках в последнюю очередь. Журнал Forbes выведал о том, что банк Goldman Sachs организует специальное селекторное совещание с состоятельными клиентами заявленной темой об инфляции, золоте и биткоине, но доступ на звонок для простых смертных закрыт. Впрочем, многим геополитическим оппонентам США не нужно подслушивать американских банкиров. Они сами рассчитали все риски заранее. Чем и обусловлен тот факт, что еще задолго до вирусного разгона американского печатного станка и первых китайских экспериментов с цифровым юанем центральные банки, включая даже центробанки некоторых союзников США, начали скупать золото или репатриировать слитки, хранившиеся за рубежом. Когда и в какой форме произойдет перенастройка мировой финансовой системы, предсказать трудно. Но тот факт, что к такой перенастройке и связанным с ней риском крупные геополитические игроки уже активно готовятся, вряд ли подлежит сомнению. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Друзья, благодаря вам наш канал начинает набирать обороты. Спасибо, что вы активничаете в комментариях, что вы пишете отзывы, что вы обсуждаете вопросы на тему выпуска, что делитесь своим мнением. Это безусловно ценно и спасибо вам огромное за это. Продолжайте в том же духе. Делитесь этими выпусками со своими друзьями. Делайте репосты в своих социальных сетях. Вы не представляете, какой стимул и поддержку вы нам даете. Ведь мы ориентируемся на ваши предпочтения и ваши интересы. Еще раз спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, если не подписались. Дальше будет только интересней. Поставьте лайк этому видео, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всем хорошего дня, дорогие друзья. Не болейте, берегите себя и своих близких. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok